Постараюсь рассказать о том, что мы на сегодняшний день имеем и какой подход у этих пациентов. В основном это комбинированный подход. Мы опираемся на клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации. Как вы видите, у нас в центре имеется пациент и лечение при возможности хирургическое. Далее будут представлены стандарты, каким образом пациент стадируется и для чего, что мы впоследствии ему в первую очередь применяем. Обязательными являются при необходимости лучевая терапия, рассматривается таргетная терапия в комбинации, ну и химиобилизация сосудов опухоли, которая на сегодняшний день очень плотно вошла в ряды стандартов лечения. Ну и на сегодняшний день также является одним из современных – это иммуноонкология. Стандарты лечения также мы опираемся на практические рекомендации нескольких специалистов, нескольких рекомендаций различных, скажем, учреждений, и также как зарубежных, так и российских. Как видите, первым является основным это при стадировании резектабельности опухоли выполнение хирургического вмешательства. Если есть факторы риска, выполняется химиолучевая терапия проводится, либо лучевая терапия, ну и далее пациенты, если являются нерезектабельными и в стадии, больше второй стадии ТТ-3 и далее, пациент обсуждается также на консилиуме решение вопроса о трех методах лечения. Реконструктивные операции, криодеструкция имеет свое место, лазерное сечение, в том числе и лазерное лечение, эндоскопическое, видеоэндоскопическая хирургия, лимфоденоктомия и химиобилизация сосудов. Что можно сказать о пациентах и на сегодняшний день о ВПЧ-положительных пациентах, о лечении ротоглотки? На сегодняшний день является это первично конкурирующая радиотерапия, системная химиотерапия и хирургическое лечение. Хирургическое лечение на сегодняшний день может включать в себя и роботизированную хирургию, это эндоскопическая лазерная резекция, это классическое трансоральное лечение эндоскопическое и наружный доступ. Наружный доступ имеется в виду с шеей. Впервые была описана методика роботической хирургии на собаках у пациента, это собака, в 2005 году. И в 2005 году была проведена эта операция, она была опубликована в данной работе. На самом деле очень интересная работа и для чтения и оценки этой работы. Ну и в 2009 году ФИДА одобрила трансоральную роботическую хирургию для лечения опухоли ротоглотки. Представленный данный слайд указан на то, что на сегодняшний день развито это направление, роботическая хирургия в плане лечения пациентов с опухоли ротоглотки. Противопоказанием является четвертая стадия, неоперабельные метастатические линфоузлы, которые имеют распространение на магистральные сосуды, отдаленные метастазы, опухолевый тризм, поскольку невозможность выполнения эндоскопическим доступом, ну и распространенность в мягкие ткани и сосуды. Лечение. В целом лечение может быть различным. Как видите, данный пациент представленный, у пациента имелось лечение в комбинации с химиолучевой, хирургическим методом лечения, была проведена таргетная терапия и криохирургический метод лечения. Пациент после лечения 7 лет без признаков рецидива и удаленного метастазирования. Еще один пациент, еще одно направление, это большая операция, выполнение ларингоэктомии. Как видите, эти пациенты нуждаются в дальнейшей реабилитации, выполнении протезирования и формировании трахиопищеводного шунта для голосовой реабилитации. Также пациент с большим распространением, проведено было комбинированное лечение, изначально было проведено комбинированное лечение по поводу небольшого распространения рака гортани. Далее у пациента имелось прогрессирование, распространение на мягкие ткани. На магистральные сосуды, с одной стороны, выполнена операция удаления, полностью блок резекции, органокомплекс был удален, и выполнена операция с восстановлением непрерывности при помощи микрохирургической пластики и формирования моностомоза, восполнение дефекта тонкой кишкой, тощей кишкой. Еще одно направление в лечении плоскоклеточного рака – это эндоскопическая лазерная резекция опухоли и удаление голосовой складки вместе с опухолью при помощи СО2-лазера. Это направление на самом деле развивающееся, имеет уже плотно вошло в ряды и при ранних раках проводится в нашем центре в том числе. Еще одно направление, по сути, это лучевая терапия, но включающий в себя хирургический компонент, пациенту устанавливаются эндостаты для выполнения брахитерапии языка, и пациенту это является альтернативой для выполнения резекции гемилингектомии. У пациента проведено лечение, получен эффект, и пациент находится без признаков рецидива на протяжении нескольких лет. Еще один пациент – плоскоклеточный рак решетчатого лабиринта. Как видите, пациенту выполнен большой объем хирургического вмешательства, включающий в себя экзонтерацию орбиты, удаление фронтальных дефектов, операция на фронтальной пазухе, удаление решетчатого лабиринта. И далее пациенту проведена реабилитация в плане восстановления и установки экзопротезирования. Пациенты не все подвергаются хирургическому лечению, есть пациенты, у которых имеется очень хороший эффект на проведение системной химиотерапии и химиолучевой терапии. Как видите, представленный пациент, у которого имеется большое распространение, пациент категорически отказался от хирургического вмешательства. Это ему позволило, поскольку опухоль располагалась в мягкой ткани в большей степени с выходом из просвета, просвет гортани не было затруднено дыхание. И, в общем-то, возможности химиолучевой терапии. Как видите, на сегодняшний день у пациента представлены слайды, пациент иногородний, и на сегодняшний день мы с ним общаемся посредством связи через почту. У него все хорошо на протяжении пяти лет. Он находится в ремиссии. Симптоматическое лечение – очень важный момент. Пациент при поступлении к нам в стационар до начала лечения и после него нуждается в симптоматическом уходе и симптоматической помощи. Обязательным является решение вопроса о выполнении трахеустомии или гастростомии при необходимости. Таргетная терапия – это лечение, которое на сегодняшний день очень плотно пришло в ряды и является единственным препаратом на сегодняшний день, который обладает возможностью воздействия на рецепторы у пациентов с эжифер-мутацией. Хотелось бы сказать об одном исследовании, которое включает в себя всем известный режим в кругах, естественно, головошейных врачей, режим «Экстрим» и добавленный второй режим «ТП-Экстрим». Это цитоксимаб-химиотерапия, и доцитоксил был введен этот препарат. Было интересно то, что при использовании в первой линии этих режимов, в последующей применении во второй линии ингибиторов контрольных точек, у пациентов медианная выживаемость составила 21,9%. То есть мы видим, что медианная выживаемость при введении доцитоксила в данную схему у пациентов выше. Препараты, которые на сегодняшний день применяются в лечении также у пациента с опухолем головы и шеи, это Ниволумаб и Пембролизумаб, и на сегодняшний день оба препарата показали свою эффективность. Снижение риска в группе принимающих данный препарат, например, при Пембролизумабе, составляет 26%. Практические рекомендации и, как видите, препараты, которые сегодня представлены, их немного, и арсенал этих препаратов небольшой. На самом деле, фактически, есть только первая линия химиотерапии. Это очень скупо, конечно, для пациентов головошейных, но на сегодняшний день то, что имеется таргетный препарат и иммуно-онкологический препарат, позволяет этих пациентов на сегодняшний день ввести в ремиссию. Обращаясь к рекомендациям ССИН, как видите, также в первой линии рекомендовано применение цитоксимаба и в комбинации карбоплотин-цисплатин, это в первой категории. И иммунотерапия в первой линии предлагается, это Пембролизумаб, и в цисплатин с карбоплотином в первой категории и Пембролизумаб, если экспрессия ПДЛ-1 и СПС, как видите, здесь обязательно являются больше единицы. Ну и вторая линия представлена иммунотерапией. Хотелось бы сказать в заключении, что данная категория пациентов очень сложная, ее очень трудно лечить, и если пациент попадает первично на прием к врачу головошейному, и специалист видит проблемы, эти проблемы решаются до начала лечения, то результат будет гораздо лучше, потому что при процессе лечения появление проблем в виде стридера, в виде нарушения глотания, дисфагии, те проблемы, которые не были решены на до госпитальном этапе, они приводят к тому, что пациент теряет время в лечении, а следовательно и эффект от лечения будет гораздо ниже. Спасибо большое. Продолжение следует...